Если в детстве хотелось научиться играть на фортепиано, но это не поддержали, а теперь есть возможность купить синтезатор, но находишь кучу внутренних причин этого не делать. Детское желание остаётся, но взрослая рационализация его блокирует. Как быть? Спасибо! Давайте проведем с вами такой исследовательский эксперимент. Берёте два листа бумаги, на одном пишите синтезатор, и все «да», всё своё состояние, всё свои чувствительные образные представления, как это будет классно, я научусь тому-то и тому-то, и лунную сонату, и песнь дождя, и ещё что-то там такое, и много всего, и вот просто. Сколыхните своё внутреннее детское ощущение, как хотелось бы, чтобы было здорово от того, что вы играете, и какое внутреннее классное состояние вы при этом будете испытывать. Положите условно с правой стороны. Влево включите свой рационализм, и в течение семи дней пишите все против того, что вы не имеете. Мы же не за синтезатор разговор ведём, а давайте так определимся. Он или есть, или нет. Вы же хотите играть, вы хотите испытать, или прочувствовать, или услышать самого себя, или научиться играть именно то, что хотите. Синтезатор тут относительно. Можно фортепиано, можно пианино, можно рояль, можно синтезатор. Это вещь, которая даёт вам доступ к определённому внутреннему состоянию, полёта, творчества, искусства. Это когда ваше время течёт так, что останавливаться не хочется. Вы где-то там, где созвучие духовности и мастерства рождает потрясающие картины именно для вас. А потом в течение недели, с понедельника по воскресенье, в воскресенье такой последний конечный продукт выхода, вердикт будет. Все против рациональной, что вы не позволяете себе находиться в хорошем состоянии, не позволяете себе ощутить вот этот душевный полёт и сопричастие именно со своим духовным составляющим, где можно прикрыть глаза и услышать эту музыку как северного сияния, перелив света и каких-то ваших личных ощущений. Только в музыке нет философии, она нейтральна. Музыка небес, сфер, она человека причащает достаточно высокому качеству понимания. Там нет ничего, что бы могло быть скверное, грустное, невежественное. Это просто душа поёт через эти семь нот. И вы честно, рационально, логически, фактически, каждый день, ходя на работу, возвращаясь обратно, прям записываете, почему, по какой причине вы себе не позволяете этого делать. Вы не хотите стать более искусным, более, не знаю, там, красивым душой, более усидчиво занимаясь там чем-то. Вам нельзя испытывать хорошее состояние, вам нельзя прикасаться к этой вот синтезатору, потому что это так-то и так-то. Это вот выверните себя наружу. Первое, с чем мы всегда сталкиваемся, это с самими собой, как с тенью противоположности, от которой без конца пытаемся отвернуться. Это наши такие пресловутые бракозябры, субличности, там, кто как называет. Это то внутреннее, что мы взяли из среды обитания под название, там, семья, мама, дети, родня, близкие, друзья и все остальные. Это так непосильный опыт, который нам на голову надевали, а мы вроде как хотим изменений, но не очень, потому что не знаем, что с этим делать, такой раздрай душевный происходит. И мы вот сами себе запрещаем из расчета того, пугая самостоятельно, сидя там на кухне или в спальне, у тебя будет вот это и вот это. Ты сейчас дашь, там, заплатишь, не знаю, там, я не знаю, сколько они стоят, но условно там 20 тысяч, а тебе не хватит на то-то и на то-то. Это же такой интенсив в психотерапии, взятой отдельно, взятой кухней или, знаете, вот. Вы можете сказать друг другу, ну, тихо сами с собой, все что угодно, так почему гадости? Вот я всегда удивляюсь, даже сегодня с утра удивлялась. Буду очень признательна, если вы мне дадите обратную связь. Почему вы гадости всегда себе все время говорите, все себе запрещаете, все обесцениваете, все вот как-то от себя, как курица-то лапой, отбрыкиваете, а потом ходите и страдаете, что у вас этого нет? Вот почему? Объясните. Можно безымянно, мне очень интересно. Я все пытаюсь нарыть, понять вот это вот. Вот как человек, какие аргументы глубинные являются основанием? Вот все есть, да? Есть возможность, есть желание такое, судя по вашему вопросу, емкое, классное, достойное. Все есть. Есть место, куда поставить этот синтезатор. Есть огромное количество, что онлайн, что оффлайн, всевозможных нот, самоучитель, есть учителя. Все есть. Вот все есть. Человек говорит, нет, мне этого нельзя. Я сказал, и в этот момент я сказал, это кто? Вот, может, мама там через стенку пришла, и чуйка у нее сработала, когда вы сидели, мечтали, она говорит, ты что, тут с ума сошла, что ли? Ты что надумала-то свои там столько-то лет сидеть тут, пиликать? Почему вы себе запрещаете? В чем вы перед собой до такой степени виноваты? Вот напишите, ну, не знаю, хоть на листке, и ладно, не мне, хоть на листке напишите. Вот ваша жизнь, она течет каждый день, это вот как поток. Вот жизнь и то вам предлагает, и то предлагает. Нет, мы сидим, слушаем про кризис, про то, что нас чипируют, про то, что нам надо там идти на мордники, про то, что нас там где-то повяжут, какие-то там информационный концлагерь, мы пропали, шеф, мы пропали. Ребят, прекратите. Если вы под это не подпишетесь, вас туда никто не загонит. Это внутреннее состояние, состояние ваше. Если вы ничего не различаете, вам будут на голову с утра, вот до вечера это все одевать. Билл Гейтс решил нас тут чипировать. Вы немножко осознайте, сколько это нужно денег, чтобы всех нас собрать в одну стойло, да еще и чипировать. Мы и так-то уже все там. Ну, посмотрите, вот зачем же на нас лишнее-то тратить? Если вы не можете на себя тридцатку потратить, синтезатор купить, чтобы поиграть, душу немножко очистить от грязи, слизи, страха, вот этой боли, от всего этого гнусного, неприятного, которое вы сами на себя, знаете, как лепухи поналепили. А вы считаете, что Билл Гейтс с нами будет заниматься? Или еще какой-нибудь там товарищ небожитель, и вот он прямо только денно и ношно думает о том, как бы вам все запретить. Да вы на себя посмотрите. Что вы имеете, что вы хотите, без этими, вот между этими вещами пропасть. Вас только напугать надо. Вы уже сели, как те, как те, рабцы, сидите тихо, глазки прищурили, уже боитесь. Еще ничего не происходит, вы уже боитесь. И все спрашиваете чужое мнение. Как вы к этому? Как вы к этому? Мне можно, нельзя? Это кто спрашивает-то? Это ваша жизнь. Сегодня прошел день, завтра, после этого вы сколько страдать-то будете? Да что страдаем-то, что в конце-то? Вот это тихо упал, тихо подполз, тихо помер, и все что ли? Ну почему так-то? Вот только и занимаются все специально обученные люди, чтобы одевать вам вот эти вот какие-то, даже не медные, какие-то такие, пластмассовые уже, ну такие, чтобы полегче было, горшки на голову. И вы сидите с этим каждый день, соглашаетесь. Ну почему? Почему так скверно к себе относитесь? Почему не хотите жить полной жизнью? Почему? Почему для себя жалко, а другому отдаете всю жизнь, работая, делая, молча, пригибаясь, прогибаясь, подстраиваясь, выстраиваясь, оправдывая? Почему так-то? И здесь никто не даст ответ на этот вопрос, потому что чувство вины — это только патологическая система человеческого мышления и восприятия. Это вы решили так, что вам нельзя. Больше вообще никто не в курсе, не знает ни о ваших мыслях, ни о ваших желаниях, ни о том, что вы хотите познать, узнать или чему-то научиться. Только по признакам, общаясь, видя, как человек себя ведет, вот в такой достаточно близкой обстановке можно понять, это что, что у нас там залезло, там нашу непутевую голову, и если отслеживать, то тогда да. То же самое, что я пытаюсь сделать, отследить хоть какую-то суть или замысел в вашем вопросе. Вот в вашем вопросе звучит одно. Разрешите мне купить синтезатор. Я вам говорю, покупайте, я вам разрешаю. Если для вас это принципиально мое мнение, вот что, вот как, я вам говорю, покупайте прям завтра. Если вы сомневаетесь, потому что я вам говорю, неделю берете и пишите две противоположности. Тут что вы хотите, и какие вещи вас зажигают, и что бы вы делали, как бы вам классно было и достойно, и как бы свершилась ваша детская, давнешняя мечта. А здесь пишите всю гадость, честно только, всю гадость, которую вы сами по отношению к себе думаете. И неважно, о каком предмете мы будем разговор вести. о машине, о квартире, о синтезаторе, о платье, о брюках, о портфеле, о путевке, неважно о чем. И пишите, вот тут я очень хочу, но тебе, сволочь, на другом листке. Так и пишите, тебе, сволочь, нельзя. Ты, тварь такая, не заслужила. Ну и пейте там, если хотите, поем, чужий, как-то напишите. Буду признательна, если получу обратную связь. Субтитры сделал DimaTorzok